Всем привет, друзья! Сегодняшний гайд у нас будет посвящен Тиннику, и сегодня я развею мифы о том, какой же надо спелл давать первым. Первый или второй, или второй, потом первый. Очень много дискуссий по этому поводу, и, конечно же, по дефолту разберем все его способности, и все будет в теме такого гайда. Давайте, ребят, уже приступим, я вижу, вам уже интересно. Погнали! Итак, первый спелл у нас Аваланч, ребят, что же у нас будет происходить, когда мы его будем юзать, и вообще, что он у нас делает. В общем, смотрите, по уровням прокачки, первый, второй, третий, четвертый левел у нас 100, 180, 260 и 300 демеджа, колдаун 17 и 120 монокост. Запомните, у Тинника всегда на прокаст 240 маны, ребят, должно хватать, ничего не меняется. Первый и второй спелл у нас два активных, всего две кнопки на данном персонаже, и об этом не стоит забывать, что фулл прокаст будет у нас требовать 120 и 120 того 240 маны. В общем, давайте по первому спеллу прокачиваем, прокачиваем и смотрим, что у нас будет делать. У нас появляется вот такая вот АОЕшка, которую мы можем куда-то направить, допустим, вот сюда. И полетели камешки, и в этой области у нас нанесется демедж, и во время этого демеджа будет такой кратковременный стан, во время того, как он будет засыпать этими камнями. Все довольно-таки просто, в применении очень изи. И тут есть свои особенности, как бы, но о них мы поговорим чуть-чуть позже. Давайте перейдем ко второму спеллу. Для того, чтобы понять, как работает у нас второй спелл, мы его, конечно же, прокачаем, и я думаю, многие знают, что он у нас сделает, но все равно. Смотрите, 1300 рейнджа, что-то у нас везде на каких-то, на 4-х левелах, и демедж 75, 150, 225 и 300. Калдаун 9 и 120 маны у нас это требует. Давайте прокачаем, посмотрим, что у нас будет происходить. Прокачиваем. И у нас такая же какая-то АОЕшка появляется, но, смотрите, нужно указать на наземную боевую единицу. Что-то написано, вообще непонятно, что же делать у нас. Но для того, чтобы понять, что у нас делать, мы должны подойти к какому-нибудь противнику или союзнику, неважно. И можем, в принципе, на месте его подбросить, нажав. Видите, да? Нанесся демедж. Или же вообще попросту подбросить. Как видите, вот такой вот спелл у нас на тени. И вечно все спорят, все спорят, какой же спелл надо давать сначала, сначала, ребят, чтобы дать прокаст в комбинации с первым и вторым спеллом. Об этом сейчас и будем разговаривать. Приступим. Так, что ж, прокачиваем в 4, первый и второй. И сейчас я дам проказ сначала Аваланч, ТОС, потом ТОС, Аваланч. По первому, думаю, по левому и по правому, как видите. И давайте посмотрим, сколько у нас демо уже нанесется. А потом уже будем вкачивать ультимейт и поговорим о третьем. Потому что наш ТОС также усиливается с ультимейт. Но об этом тоже мало кто знает, но это тоже разберем. Поехали. Так, нажимаем. Аваланч ТОС. 424 хитпоинта остается. И ТОС Аваланч. 482. Как видите, Аваланч надо кастовать первым. Ребят, не забывайте. Вы много раз у меня спрашивали на трансляции, почему ты кастуешь первый, а потом второй. Вот им и ответ соответственно, ребят. Аваланч, будучи, тут даже написано. Unit Tossed in air gets hit by more rocks. Типа, больше получит скал. Ответ очевиден, ребят. Надо сначала кастовать первый, потом второй. Но, давайте разберем эту ситуацию немного поподробнее. Смотрите, и вдруг, если есть у нас там enemy какой-нибудь, пак, например. И мы таки идем, у нас дайгер. Попытаемся на него напрыгнуть, чтобы убить его с прокаста. Если мы попытаемся засыпать его сначала Аваланчем, потом Тосом. К сожалению, ребят, пак может успеть нажать Shift и уйдет. Поэтому в профите, конечно же, будет дать ему сначала Тос, потом первый. Ребят, вот такая вот у нас фишечка. Развеял я миф о том, что у нас сначала надо кидать Тос, потом Аваланч. Как видите, все довольно-таки просто. Давайте перейдем к третьему спулу и будем о нем разговаривать. Итак, друзья, третий спелл на Тине это одна из самых бесячих тем, которая может быть вообще. Смотрите, по уровням прокачки сначала пройдемся. Первый левел, второй, третий, четвертый. Два армора, три армора, четыре армора и пять арморов. Плюс какие-то шансы, 10, 15, 20, 25, демэдж 25, 35, 45 и 55 и станы. 1, 1,25, 1,5, 1,75. Что это может значить? Смотрите, прокачаем на разок. Добавляется нам армор. Армор. Добавилось два армора и появились у нас 10% шанса кого-либо застанет, кто рядом с нами или кто пытается на нас заагриться. На 1,75 такой будет такой стан. Когда мы находимся рядом с каким-нибудь противником и он пытается нас атаковать, ему вылетает такой стан. Смотрите, как он станется. Смотрите. Это что такое? Просто бывают такие баги, они... Вот этот стан начинает багаться как-то и вылетает просто подряд, я не знаю. Это просто такая бесячая тема. Как будто, знаете, от тени отваливаются куски и сваливаются им на лица и начинается вот такой вот стан. Стан экшен, можно сказать. Иногда эта способность очень сильно прокает и, к сожалению, реально бесячая тема. Тиник у нас страдает от недостатка ловкости, поэтому это такой небольшой бонус плюс 5 армора. 8 армора своего получается и все, ребят, спокуха, спокуха, я свой. И вот этот небольшой вот бонус с третьего спела добавляет нам вот немножко армора и, в принципе, у теника становится все немного получше, ребят. Ну, хотя, смотрите, стадо у него очень хорошее, силы у него очень много и 2000 хитпоинтов и у него родной демэж 130 на 140 с руки без прокачки ультимейта. Это очень много, ребят. Вот такой вот третий спелл, очень классный, если честно. Может вам просто иногда задницу спасать. Знаете, как, допустим, пак на вас прыгает, хочет зацепить, сразу там сало дать и он сразу мгновенно может улететь в стан. И вы можете просто подловить этот момент или уйти, или попробовать надрать задницу. Вот такой вот спелл, ребят. Давайте пойдем смотреть уже, что у нас делает ультимейт. Ребят, для того, чтобы разобрать у нас ультимейт досконально, мне нужно будет, наверное, постоянно респаунить теника. Но я это буду, конечно, скипать и хочу показать вам максимальную тему от данного ультимейта. Все мы знаем, что теник у нас в ультимейте бустится. В чем он бустится? Во-первых, он становится больше визуально, но это, наверное, минус, потому что в драке его тогда легче намного заметить, когда такая валына ходит по всей карте. Но ничего страшного. Смотрите. Первый левел. 50 бонус демедж и 20 редусиес атак спеет. Да, найс мой английский. Но я не хочу читать тупо досконально со всеми там. О, that, найс, окей. Вот с вот этим я не хочу читать, поэтому я коверкаю, ребят. 50 бонус демеджа на втором и 150 бонус демеджа и 50% атак спид убирается. О чем это говорит? Смотрите. Прокачиваем, допустим. Давайте для начала проверим МС, но МС можно не... А, все, нормально. Прокачиваем. Смотрите, дал нам демедж, апгрейд. И улучшил у нас МС, 425 стал. Смотрите, апгрейд демедж у нас был. Добавился урон. И давайте второй левел прокачаем. Посмотрим МС, 435. Все, один раз апгрейдится у нас МС. Это стоит заметить, ребят. И смотрите. Добавился у нас еще один левел с прокачкой. И у нас демедж уже 235 на 241. И третий левел я пока не буду прокачивать, чтобы объяснить вам еще некоторые моменты. Смотрите. 50% чего-то там атак спид. Что это у нас говорит? Все мы знаем, что у Тинника проблемы с ловкостью. И это не зря. На самом деле не зря. Потому что ультимейт у нас такой, знаете, вроде дает бонус. Но опять-таки его забирает. У нас на 50% атак спид снижен. Будучи имея ультимейт третьего уровня. Когда Тинни у нас такой бачка. Среди вот этих думчиков, таких люциферов. И у нас атак спид замедлен на 50%. Когда мы имеем вот такой демедж и третий левел апгрейта нашего ультимейта. Также у нас написано на ультимейте, что у нас апгрейдится Тос. Апгрейдится демедж с Тоса. А на сколько он апгрейдится? Давайте сейчас и посмотрим. Кстати, вы обратили внимание, что у нас есть тут какой-то септер апгрейд. Купив агоним на Тинни, вы получите вот такую прикольную деревяшку. И вот такое ожидание. Типа он такой перебирает. Типа, ну сейчас, как я тебе дам дубиной. Что у нас добавляет эта тема? Во-первых, мы сильнее бьем построение. Это первый момент. Второй момент. У нас появляется сплэш. Сплэш в размере, я не помню, какого размере. Давайте сейчас это посмотрим по думам. Смотрите. Давайте ударим этого дума и посмотрим сплэш. Ну, сплэш примерно 60-процентный. Потому что, смотрите, сколько тут хитпоинтов? 990 и 1100. 60-процентный сплэш примерно. То есть с покупкой БФ у нас будет почти 100-процентный сплэш. Смотрите. Столько и столько остается. Ну, даже не 60, а 40-процентов, ребят. Смотрите, если это 100 и у нас вот тут, ну... 40-40-процентный сплэш. В принципе, стандартный сплэш. Стандартный. Также у нас бонус идет по товарам. Не знаю, Гаврила или нет, но я повторюсь, бонус по товарам. И немножко у нас... Немножко у нас вот такой вот эффект. Тут прикольный с деревцем тени ходит. Прикольно. В общем, вот такой вот аганим на тенике. Но у меня есть видосики отдельные по аганимам. Ребят, смотрите. Тоже очень много там полезно. Хорошо. Об этом поговорили. Насколько же у нас теперь бустится ТОС с покупкой... Ой, с покупкой. С прокачкой ультимейта. Давайте посмотрим. Итак, ребят. Давайте же посмотрим, насколько сильно у нас забустится ТОС от нашего размера. Тут написано, что на 20% он будет типа дэмэдж ТОСа увеличиваться. И это будет зависеть от нашего размера. Давайте посмотрим. Сначала дадим просто прокаст в дума нашего подопытного. И посмотрим, какой у нас будет дэмэдж. 404 хитпоинта. Минус ре. Посмотрим еще раз. Все быстренько накастуем. 398. Вот 398... Ой, 348 хитпоинтов осталось. Это типа... Получается, чем резче мы закастуем? Чем резче мы закастуем наш прокаст, тем больше наносятся дэмэджа. Боже, почему не могу кастануть? Так быстро нажимаю, что Тинни не успевают читать. Просто в лобби оно немного заторможен и все работает, но ничего. 403. В общем, смысл такой, ребят. Чем раньше прокаст даете, тем сильнее должен задамажиться персонаж. Но что-то вот, видели, один раз задамажилось сильно, а сейчас не сильно дамажится. Ну-ка еще раз. 404. Странно, очень странно. Ну ладно, давайте прокачаем на разок ультимейт и продамажим так. Посмотрим, насколько у нас возрастет дэмэдж. 370. Ну, вроде 20% дэмэджа добавились. Давайте еще раз. 370. Да, вот теперь вроде видно, что с нашего ультимейта добавилось еще какой-то процент. 336. Да, добавляется по чуть, видите, по 20% от нашего размера. Добавляется немного дэмэдж. 336. И сколько у нас? Еще сейчас по идее 300 хитпоинта должно остаться. Last level, как-никак. Смотрим. Да, да, да. Ребят, в общем, смотрите, как это работает. По 30 дэмэджа у нас за уровень ультимативной добавляется к ТОСу. По 30 дэмэджа. Примерно. Это примерно. То есть мы сначала давали прокаст на 400 хп, потом на 300... Сколько? На 360. На 330 и на 300, да? Вот так как-то это и работает. И, соответственно, прокаст как правильно давать я уже показал. Вот сейчас вообще 200 хитпоинтов осталось, смотрите. То есть сейчас вообще как-то по-другому прокаст сработал. Он как-то вариативно дамажит, если честно. 300 хп, смотрите. Я сейчас не понимаю. Надо, наверное, тогда чуть-чуть подзадерживать, что ли. Смотрите, 300 хитпоинтов. Допустим, а если тянуть немного? А если немного тянуть? 301 хитпоинт. Странно очень, если честно. Я тестил до этого у него дэмэдж как-то с вот этой комбинацией. Он варьировался постоянно. Ну да ладно. В общем, смотрите. Прокаст у нас сносит довольно-таки достаточно хитпоинтов. Где-то 900 хитпоинтов смело сносит. Ну сколько? 300. Ну я в математике такой-си, ребят. Ну ничего. В общем, еще есть одна фишка, что у нас персонаж имеет дополнительный дэмэдж. Дэмэдж с тоса на товара. Иногда некоторые спрашивали у меня на трансляциях, почему у тебя... Почему ты тосаешь крипов под товаром? Типа под товаром? Ты что, дурак? Смотрите. Опа. И дэмэдж нанесся. Нанеслось ровно 100 дэмэджа, ребят. На ласт левеле плюс ультимативное. И как бы вот. То есть тосом можно также, в принципе, дамажить товара. Допустим, даже вот так вот смотреть на расстояние. Опа. Допустим, есть вариативность добить у нас товар. В общем, рассказал все по тиннику. Рассказал. И давайте уже перейдем к самому геймплею, ребят. Покажу, как на нем играть, что на него тарить. Соответственно, как тащить катки. Поехали, ребят. Так, ребят, начинается у нас каточка. Берем на тиннике цирклетку обязательно. Я считаю, что нужна, потому что сразу поднять монопул немножко. Возьмем веточку и пойдем таким затаром душить. Взяли манго. Манго пополняет нам 150 маны в один клик, ребят. В один клик. Поэтому считаю нужным тоже. И реген хитпоинтов. Просто посмотрите, у нас хп реген троечка. Так, там пикает у нас амфларку. Есть у нас там трал и диргер. Будем пытаться так выиграть. Так, мастер, забайте ли пацанов на покупку курьера. Что я качаю ему на первом левеле? Аваланчи. Не знаю почему, в комбинации, типа... В комбинации просто тупо... Так, взяли даст зачем-то. Такой низ клик, похоже. Да? Куру, куру, куру. Ладно. Сам куплю. Не дам. Это что у нас тут, ланайка, да? Го, подеремся немножко. Если она рефрекшн не вкачала, просто подеремся. Все хорошо. Так, есть. Ребят, ну, хотелось бы забрать руну, но тут руну... Руну, дайте руну. Дайте руну. Ннизу, ребят. Лис. Бегу. 13 секунд. 10. 9. Ну, успею до сюда только добежать. Иду, 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 иду. Скотина, знал бы. Понял, сайленсер у нас неблагодарный. Удачина. Ну, ладно, без буста будем, ребят. В идеале быстренько взять сапог. И, блин, ну, ланайка на центре... Это, конечно, на самом деле плохо, потому что... Про каст... Не смогу нормально дать и под тавр ее закинуть. Надрачивает меня, смотрите как. Ну, больно мне. У меня нету армора, плюс скрипы и рили больно. Разменюсь по хитпойнтам, но ничего страшного. Так, беру там еще и легионы ластом. Посмотрим, как игра тут будет в Вейсла Найки. Промахивается, промахивается. Так, вот это прокачиваем. Окей. Прокачиваем, говорю, крипа добиваем, прокачиваем, говорю. Понимаю. Так, ну, это плохо. Потому что она пытается меня перекрепить, серьезно. Это такое. Есть у нас комбо. Даем тычку. Все, в мэлт зашла. Думает, неувязвимость. Ой-ой-ой, как-то больно-то мне. Под минус арморкой. Ну, это плохо. Это плохо. Думал сразу про касты, да. Тек. Но уже сейчас опасненько, критично. Здоровец-то у меня. Но можно, в принципе, обмануть, нажав манго. Но не хочу тратить манго пока. Давайте немного по АПМ леву. Но там тоже АПМ хитпоинты. Отлично. Хорошо. Сек, мне Кура нужна, мне по-любому нужна сейчас Кура. Только мне нужна сейчас. Потому что от этого зависит игра дальнейшая. Чем раньше мне боттл придет, тем лучше. Я даже его встречу пойду и пойду на топрон. Пойду на топрону. Так, берем боттл. Рекуру. Ребят, даже немаловажно выкладывать айтемы. Но нет, давайте я, наверное, заберу. Потому что опасно так будет выкладывать. Она может просто наглупать. Ага, руну там забрали. Руну там забрали. Четвертый левел на лунайке. Ну, фарминг, фарминг. Пармишка. Парнишка. Хорошо. В мэлд дает мне. Тычка у нее мэлд снимает армора. А у меня армора и так нету, ребята. И ее тычки наносятся почти чистым дэмэджем. Даже не почти, а чистым. Это, конечно, очень больно, ребят. Так, ну, хочет парнишка. Пытается отдать, но не хватает. Не хватает расстояния. Как правило, вот такие игроки после двух-трех смертей ливают с игры. Не знаю почему. Так, вот так вот делаем, амбузим ману с хитпоинтами. Будет 5 левел, будет попроще. Опа. Но ман не хватит, ребят, чтобы дальнейшее что-то предъявить. Жалко. Вот так вот старимся. Ну, руну забрали, ребят. Если бы руну не забирали, то было бы получше, конечно. Но я там сам, я пошел курьера встречать. Но чтобы тиммейт и... Тиммейт там покомфортнее было. Так, но у меня 69 маны. Опа, акс идет, акс идет. Но тут без вариантов. Идет у меня 2 маны, хилочка. Сейчас будем обузить. Так вот. Хорошо. 120 маны есть. Но там будет рефрекшн, если я вдруг нажму кнопки. Гоу на топ руну. Надеюсь, не заберут нейтрал крипс. Найкс умер от нейтралов. Понимаю. Так вот делаем. Хорошо. Надеюсь, я успею забрать ее тут. Успею, успею. Смотрите просто как это прекрасно. А-а-а, еще в воздухе сдохло. Понимающий одесса. Так, ну вот это надо забузить, ребят. Опа. Опа. Тиннику, кстати, ребят, немаловажно вот эти активные руны подбирать. Серьезно, это очень хорошо его бустит. Потому что, возможно, хейст, возможно, инвиз, как сейчас. Это реально круто. Нужно, опять-таки, курой. Я первый начал закупаться, значит, я возьму куру по законам джунглей. Ребят, законы джунглей, не забывайте, что такое есть дело. Законы джунглей. Пока фармим, все хорошо. Вкачиваем в ТОС-4, чтобы был у нас бонус. С ТОСика, ребят, главное. И начнем почуть душить еще сильнее. Ре-куру. Там одна веточка. А, Огру там нырили, одна веточка нужна. Потому что он стик собирает. Все, подфармливаем, ребят, на миде. Ждем руну активную. Даже если будет руна пассивная, ничего страшного. Ну и главное, с заполненным ботлом ходить куда-либо. Потому что это нам позволяет уйти с драки, вернуться с драки. Уйти с драки, вернуться в драку обратно. Так, гоу в лес пройдем. Подсказывает мне мобхак, что тут кто-то есть какой-то. Лоу хэповый акс. Вот здесь вот где-то примерно. Нет. Значит, вот здесь вот где-то примерно. Если тут нету, вот так в круг, пойдем и на рулю. Так, ну тут крипов нету, соответственно, где-то здесь, ребят. 51 секунда. Смотрим, есть тут кто-то. Нету. Ну, всех подчистили. Значит, на изи кемпе. Надеюсь, руну я успеваю брать сейчас. Есть уму. Регенерация, кстати, очень хорошая руна для теника. Потому что можно дать прокаст во время регена. И потом еще дать прокаст. И еще дать прокаст. И еще, и еще. И так можно задрачить. Так, ребят, смотрим акса. Акса нету, ребят. Ну, пройдусь еще раз по лесу и выйду на центр. У ланайки там тупо аквила. Одного большого крипа нету, странно. Просто большого крипа. А где акс? Вон они все внизу. Понял. Ну, это не было, не было, раз появился, как говорится. Не было, не было и появился. Раздавил. Ну, такое. Афк, ребят, пробегал. Был две минуты, можно сказать, просто потерял фарм. Хотя мог уже полдайгера иметь. Это очень плохо, на самом деле. Очень плохо. Не могу достать. Тут нельзя больше хапать. Сейчас завязаем реген. Дадим прокаст. Так вот сделаем. Ой-ё-ёй. Отходит близко. Нужно, чтобы и крипы сбили. Тогда будем юзать. Ладно, сделаем так. Но, но ты нафману, понимаю. Кату закинем. Так вот сделаем. Хорошо. Ланайку тяжело, ребят. На самом деле, если Ланайка еще тем более опытная, Тинника, она в миду, в принципе, я думаю, она изи выиграет. Если просто будет крепить. Хорошо. Через рефрекшн, спам рефрекшн. А если Тинни еще подгонгает чуть-чуть, то вообще у Тинника шансов, в принципе, нет. Так, ребят, ну утрала там шестой левел. Легион уходит в лес. Давайте пробежимся, наверное. Тайгера, походу, не скоро у нас будет. Потому что Ланайку тяжело в миде убивать, действительно. Она постоянно рефрекшнится. И еще вроде парень там в мастхите что-то пытается. Отлично. Отходим. Кулонанизм ТП. Но не успеваю. Туда зомби ударить сейчас еще. И все. Усики. Усики. Но если он умрет, это будет трэш. А зачем ты развернулся? Ах, хорошо. Хорошо. Найсен Паттаврича зашел. За руну. Ну я шучу на самом деле. Это страдка. Так, на топе какой-то файт. Но подфармливаем, ребят. 1600 на кармане. 1600 на кармане, чтобы максимально уже потом огнить. Давайте тут засыпем фулл прокаста. И запушим тавр, будет уже дайкер. Ну надеюсь добью, ребят. Не знаю. А, хотя в принципе нету каты. Ага, и кто-то тпшится. Это очень плохо. Зомби пришел. Должен добивать. Но, мне кажется, тут вот так просто будет изи. Ладно, нет. Птшка не переключил, пожалел. Так, гол даггер. Копеечки, ребят, копеечки до даггера и поехала. И надо тралла, тралла фокусить. Не знаю, пойдем, наверное, в дэмэдж. Да, боже, что с горлом. Гаурунка, сейчас будет 9 секунд. Замажемся и попробуем убить ланайку. Ну, по 750 хп. Проказ, в принципе, снимет столько. Но, обузим, обузим, выкладывая стик. Почти на фул. Все. 400 маны у нас в кармане. Надо бежать. Надо бежать. А, забрали там рот. Плохо. РС. Два. Три. Сейчас пойдем на топ гангать, ребят. Одиннадцатый, наверное, возьмем и пойдем. Акс ввг будет выходить. Это плохо, потому что не смогу его с прокаста убивать. Три или плохо. Ладно, сделаем вид, что мы уходим. Лоб. Будем стелить тут. Пойдет. Я, если честно, не думал, что она сейчас будет вылазить. Я думал, я прыгну, зомби туда подойдет, и я отпустил зомби. Какая, она умрет. Вот это было бы фича. Фича. Фишка, типа. Шапалах. Шапалах. Ну, лотар, ребят, next, выходим. Коутавр попушим, что ли? Будет сейчас меня бить, потому что я ближе нахожусь, чем крипа, и иду первый. Так, ну, и зайца, второй глиф. Тралл тут, это очень плохо, ребят, надо отходить. А осуждаю тралла. Тралл может вернуть в любой момент. Это чей армлет там? Ууу, я уже перепугался, ты, смотрите, армлет. Это почти осталось рейси прикупить. Отличная руна, ребят, отличная руна. Можно, в принципе, сразу заизать. И будем прыгать. В тралла, главное, ребят, главное в тралла. Сейчас ночь, можно спокойно передвигаться. Я думаю, у них нету вардов. Как у нас, в принципе. Вот это только один мой вард стоит, и все. И можно двигаться. Так, экспу, я что-то прогулял, дали или нет? Чекаю, чекаю, может найду какого-нибудь легиона. Нету леги. Ну, плохо, плохо, ребят. Нету никого на карте опасного. Ага, вон они, они вниз вышли. Блин, тут можно было. Нет, там смысла нет, проказы, давайте. Бегу на низ. Волосы назад. Или остаться и мид тавер сломать. Или пойти фраги поделать. Для контента. А, нет, давайте зафармим просто. Найс, и тавер заберем. Да какой ты меня бьешь? Я же не стою близко, блин. А ух, уж этот тавер. Чпонька. Чей армалит, ну, это сайленсера, что ли? Комар летает, хочет укусить меня. С задницы. Я не трогал кур. Оу, это что сейчас было? Я видел по карте какие-то точки, и все, так, ну, я иду в наглую на низ, ребят, просто в наглую. Тралл знает что-то. Тралл что-то знает. Тралл остался. Он будет вижен, дают. Гоу на руну, сразу через руну и... ТП-шечку сразу, ребят. И наймить на мид, будем выходить, посарить сколько там мяско. Правда, тысяча 100 хп на Аксе, но это смерть все равно. Дабл дэмидж, ой-ой-ой, мамочка, не горюй. Дабл дэмидж, ты хорошо. Так, Акс, там. Сори, тишо делают с найксом, найксу, просто там порешили, порешали, порешули. Гоу, 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 ребят. Летс, гитакалархер. Окей, let's go. Шапалах. Дотрите ему, дай просто, и все, там же замедление. Хорошо. Идем сюда. Крипы подходят. Где они сейчас? Ага. Хорошо. Еще комбо держалось, серьезно? Комбо, комбо еще держался. А ультракилл будет? Еще раз 10, так. Инта полная будет. Хорошая. Радует. Так, ребят, ну, идет все как по маслу. 10-0, как не горюй. С прокаста ложим всех. Почуть прокачиваемся. Найс. Бедная ланайка. А так хорошо в миду стоял. Уверена просто. Ну, немножко переиграл в миду. Немножко. Отлично. Уф, там душат. Интересно, а что там у легиона за затар? Пойду руну возьму на низу, потому что там ребята стоят, чайкают. Так, ну, монетка. Обузим сразу. Фуллман. Не фуллман, но еще разок отопьем. Один, один юс и станет. Поставим. Все, ПТ-шку. Ой, 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 ой. Смотрите, файт какой-то начинается. Все, вылези. Дейм. Все равно пойдет. Немного не до контрил, там чисто микро-микро-контроль потерялся. Ну, почему-то был уверен, что он сдохнет. Демиджа неистово много наносит, ребят. Если 1-2 кидаешь, просто неистово много. Так, обузим. Ребята, обузим. Чем меньше у нас, чем меньше монопул, тем, соответственно, больше мы маны зарегенимаем. Хорошо. Голватар. Хорошо. Голчер из сюда. Трал. И ее это очень плохо, ребят. Может грим скинуть. Хорошо. 2900 на кармане, не знаю, сделать ли мне аганим. Оп, дэмэдж дали. Видели? Просто дэмэдж дался, просто так. Надо будет пересмотреть на стриме. Ой, на стриме, на записи. Чуть за фигня была. Можно еще и ул сделать на наркоманию. А можно сделать догон, чтобы тупо с прокаста убивать. А можно выйти в дэмэдж, ребят. В дэмэдж. Ну, гоу, наверное, не знаю. Я хочу линку, на самом деле, чтобы ничего не бояться, не бегать на ману. Ой, на ману, на базу. Плюс там легион. А, у легиона лотар. Вот почему он так бустит сильно. Так, и надо сентрики вардики расставить, ребят. Давайте отошлем курьера сюда. Сюда. За вардами. И тп покупать мы не будем. Тп мы покупать не будем. Мы пойдем вардики ставить. И линку надо, ребят, против легиона. У него лотар как-никак. Лотар как-никак. Гоу. Отлично. Все, вардики ставим, ребят. По дефолтных варда на руну. Просили у меня вардинг показать. Ребят, сейчас покажу варды нестандартные. Которыми я всегда пользуюсь. На стримах. И именно вот, ну, чисто нестандартный вардинг, на котором я выигрываю. Они реально полезны, эти варды. Поставим, наверное, дефолтный вард сюда. Один. И сейчас побежим по лесу с лотаром. Хотя нет, пойдет вот сюда вард ставим. Нестандартный вард. И еще вот тут нестандартный вард будет у нас. Опа, все, завардили. Эти варды нам позволяют видеть кэмпы, отводы. И они стоят не в стандарте. Поэтому их запалить, в принципе, нереально. Эти варды. Все, я завардил. Показал, ребят, пользуйтесь рель полезной варды. Так, гула найку. Ребят, можно через... Опа. Слушайте, а почему она так заагрилась сейчас? Слушайте, у меня персонаж багается как-то. Вы видели, почему он стал маленьким сейчас? Ну-ка, 258 на 244. Что с дэмэджем будет? Что-то с персонажем не то, ребят. Я сломал тени. Тени сломал. А, там сын-тричок, вон вардики стоят. Я понимающий. Так, ребят, ну 4... Ну и хочу огоним все равно. Не хочу линку, ребят, честно. Хочу огоним все равно. Хочу огоним все равно. Теник это постоянный роум по карте. Просто роум по карте. Бегайте, роум идти. Гоу сюда, курьер. Я тут все же куплю сейчас. Просто бегайте по карте, как дурачки. И огните всю карту. Вон там, смотрите. Вард. Вард. Именно через Т. Так, есть. Огонимчик, ребят. Убивает у нас тут энигма Ланайко. Ну, умрет Ланайко. Там вот Black Hole. Black Hole очень больно, больно, домашний. Так, ребят. Гоу, наверное, пробежимся в наглую. Опа, опа, опа. Ну, только не будем давать тычку с инвиза, потому что не хочу проигрываться. Так, опа, вот тут вот. Три тычки палкой просто. Раз. Опа, смотрите, какой дэмэдж. Гоу сюда. О, тут кто еще есть? Нет никого. А, он типа сделает. Блин, ну зря я не пошел сразу. Печалька, он на топ пошел. Да, ну го, быстрее. Мы очень мобильные, ребят. Плюс лотар, мы очень быстро перееденемся. Ребят, не знаю, как вы, но по-моему, время рекламной паузы. Раньше я не мог носить темный кожак и здороваться с братками. Но как-то раз мне посоветовали шампунь в жумайсенба, и перхоти не стало. Шампунь в жумайсенба. А скажи перхоти, курбит, мурбит, цихомбэ, там что-то такое. Как вам рекламка? По-моему, он нас обманывает и уже убегает. Во всех четырех. У него же на коне фишка вся. Он на коне, поэтому убегает. Где мой сплэш? Любовский. Так, нашли мой имбовард. Лол, там что? В центре, какой читер. Мой имбовард нашел, серьезно. Имбовард мой нашел. Мой легион такой вышел, смотрите, вот хитрый животничек. Ребят, не знаю, 1200 хитпоинтов, я, наверное, его не солью. Побежал дальше. Ну, буду бежать, хочу убить его. Хочу убить. Если будет тавер бить, то это вообще прекрасно. Так, ПТ-шку ставим на гипну, чтобы быстрее бить, потому что сейчас будем убиваться. Так, ну, будет ТП делать или будет уходить просто в наглую? Не знаю, не знаю. Что-то такое легионку, это подозрительный. Мап Хацкер, что ли? ПТ-шку на пинду. Странно. Хацкер? Ребят, Хацкер на легионе. Подозрительный играет. Ладно, шучу, повезло просто. Ага, вон на мидлейне. Ладайка. Какого, зайдем за Т-шку? О, там ТЗО. Просто посмотрите. Просто лиф. Понимаю. Просто лиф, понимаю. Готовер добьем, что мы ходим, суетимся. Шапалах. Не добьем. Лох, Озес. Понимаю. Гоа, сейчас выкинем кого-нибудь на команду на нашу. Кейгу, пушь, просто. Ну, трала буду накрывать, ребят, сразу подойдет. Упса, упса, не, я шучу, шучу, шучу. А у меня, я бы сейчас умер первый раз. Серьезно. Умерчик был бы. Первый ассист. Очень жалко. Готовер с пушем. Кинул. Далона. Ланайка там с интриами, с VG. Забралась Акса, VG. Нажала рефрэкшн. Ну, ничего страшного. Два ассиста, ребят, надо. Надо, тоже надо. Команде надо помогать. Че в соло тащить-то? Ой-ой-ой, посмотрите, что творится. Гемчик там, гемчик. Ну, я. Ну, я, наверное, отойду. Хотя, в принципе, мне залили маны. Ну, трал боится, ребят. Гоуман шарды. Как обычно, по стандарту, чтобы быстрее бить. И будем в 1х5 бег. Прыгать. Руна. Отличная руна для Теника, кстати. Теник любит такие руны, потому что у него дэмэдж родной. И, соответственно, с иллюзией много дэмэджа будет. Госпрокаста бахнемого. Че? Через поле такой. На. Шипалах. Чья полях? Чья полях дал? Чья поляха. Можно, в принципе, в трон выйти. Можно еще вот эту голую базу оставить им. Вариация на данном персонаже очень большая. Этим персонажем можно как и камбэкать, так и, в принципе... Ой, ну, не знаю, кто тут выживет. Уф, дэмэдж, дэмэдж, дэмэдж. Вернее, инвиз. Инвиз, инвиз. Помог просто. Ты мощный. Чи, крипа убили, что ли? и у чем он шар на жаль хп нет но сначала давайте руну возьмем потом он шар на будем надеюсь чуть полезно еще мой шар песчины тени песчины но не хочется умирать сейчас но попробуем не умереть твой легиона легиона надо рождать прождать его кнопки да и достанут nice так у нас вон парнишка но давайте вот так сделаем классик скотина закупились хорошо самый быстрый шапалах на диком западе ребят за что за что репорт за мх надо отойти самый быстрый шапалах на диком западе так ребят хочу раздамажить ну-ка не хватило нет погиб боец и вольник части ну вот такая вот гаточка ребят на теники смотрите практикуйте закупайте муншарды и будьте в теме подписывайтесь на канал обязательно ставьте лайки потому что это годный контент или чему-то можете научиться отбросили подбросили куда-то что-то туда смотрите просто просто смотрите и реально понимаете как играть по механике я вам показал сначала аваланч потом тос а гоним муншарды можно кираса ну в зависимости от игры но лотар и даггер это я считаю что маст хэв ребят потому что это добавляет нам мобильность мы просто быстро бегаем и гангаем боттл 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 туда-сюда оп 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 и все в принципе все вот такой вот гайд ребят с вами был азиас до скорого